В Арктике Брайан Александер посвятил ни много ни мало 43 года своей жизни. Он абсолютно признанный в мире фотохудожник. Он очень талантливый писатель, очень щедрый своей душой и сердцем человек. Из этих многих десятилетий своей профессиональной деятельности фотохудожника в арктических территориях с 1993 года Брайан регулярно, практически ежегодно, иногда даже по несколько раз в год приезжает на Ямал. И свое знакомство с Россией, с российским севером, с российской Арктикой он в 1993 году начал именно с Ямала. И мне бы хотелось, чтобы мы поприветствовали Брайана Александера сегодня в нашем зале. И не просто потому, что он с нами сегодня во время путешествий, а потому что сегодня еще событие для него, для его семьи, для его друзей. А коли мы являемся его друзьями, то, наверное, будет совершенно справедливо сказать, что пусть, Брайан, ваша семья находится где-то далеко, но мы тоже часть вашей семьи. И мы поздравляем вас сегодня с 65-летним днем рождения, который вы встречаете в арктической территории, на Ямальском севере, в российской Арктике. Наш коллектив написал здесь несколько теплых слов, будьте читательны. С Брайаном во всех ее путешествиях по российским регионам неизменно Ольга Гоголева, его верный друг, старательный. Я очень благодарен за то, что сегодня есть возможность вот этой нашей встречи, ваш день рождения. Ну и уверены в том, что вы чем-то поделитесь, наверное, расскажете. Может быть, не о всей своей жизни, а о каких-то последних ярких впечатлениях. Река Сыня, она безумно красивая. Она такая извилистая, и просто когда ты сидишь, за каждым поворотом там что-нибудь новое, когда ты поднимаешься вверх очень красиво, и еще красивее, когда ты спускаешься вниз, то есть ты видишь уже с другой стороны. То есть красоты неописываемая река, и Брайан хотел увидеть, да, насколько все это выглядит красиво зимою. И мне очень нравится спокойное отношение северных народов, ну вообще людей на севере, к разным жизненным. Мы являлись, есть там круга, плохая погода, самолет не полетел и так далее. Хотя бы с эскимосами и с различным северным народом, когда ломали снега, холоды, проваливался лёд, была неудачная охота. И люди всегда вели себя спокойно, сдержанно, то есть никаких там криков, бопли, эстонов не было. Брайан считает, что лучше всего в стране с зарубежным севером, на российском севере, традиции культурные и традиционные верные, они сохранились в большей степени. И, наверное, во многом можно дать спасибо советской политике, которой мы искали различных миссионеров на севера. Так как миссионеры, их вот сегодня в сведерении, нанесли очень большой урон, традиционный пункт в Ринанье и в Америке, на Аляске. И чуть меньше степени в Канадской Арктике, но тем не менее тоже. И на Ямале люди сохранили много своих традиций, что им очень интересно, почему они сюда приезжают. И в отдалённых районах Чикотки тоже самое. Люди сохранили, в труднодоступной районе Чикотки люди сохранили свои ритуалы, свои материальные культуры. Я буду продолжать делать то, что я делаю. Буду ездить, путешествовать, буду приезжать на Ямалу. Я стану чуть старше, вы чуть станете старше, но все равно мы встречаться и разговаривать. Ямал для вас стал Бальчишским вторым домом. Через ваши фотографии мир узнаёт о жизни и бытии не только народов Ямала, но и народов российского севера. Реальную жизнь. Потому что вы не приезжаете на один-два дня, а поучиваете неделями, месяцами вместе с ними. Поэтому то, что вам показано в вашей фотографии, это реальная жизнь народов севера. Лучший подарок, лучшее признание к вашему юбилею – это признание тех, с кем вы были. Удачи вам! Спасибо! Руками до новых встреч! Это вот так.